В Гомеле прошел день депутата. Проставники городского совета оцианили стан справ на предприемствах областного центра. Головная тема – сустреж с героевниками, умовы працы и мягчимости створения новых працеванных мест. Подробности у Ганны Ковалевой. Депутатский корпус Гомеля завсюду живо интересуется всем, что происходит в реальном секторе экономики. Один из прикладов день депутата, который его представители провели вместе с працеванными коллективами. Старшиня городского совета Иван Бородинчик означает, что мовы, у которых сегодня працуют многие предприемства, непростые. Тому план проведения дня депутата унесли наведывание миновидотых объектов, где есть складанности. Так Новобелецкий комбинат хлебопродуктов летость выдатно спорцевал по многих направлениях. Разом с этим есть и пылные проблемы. Выпорцевать расшени по их повинной допомогче у тымлику и подобные сустречи. Предприятие сегодня имеет огромные неплатежи за отгруженную продукцию. И это сдерживает, прежде всего, дальнейшее развитие предприятия. И я полагаю, что в том числе и наши сегодняшние посещения этого предприятия, наши дальнейшие шаги, которые мы будем пытаться предпринимать, в какой-то степени позволят минимизировать вот эти, скажем так, проблемы. У непростой ситуации предприятия не идёт по шляху сокращения коллектива, навод поширает штат. В минулом году тут открыли новый цех. Работу им отримали 12 человек. В целом за паусты годы и основания комбината на им сформовались соправно-прационные династии. Тут у Вогули стали из Гуртована коллектив. За 2015 год выпущена продукция к уровню 2014 года, 124% прибыли, 67 миллиардов, чистые 20 миллиардов прибыли. Дополнительно, если будут наращиваться объёмы по этому, по линии микронизации и микродозирования, то здесь можно дополнительно ещё одну смену формировать. Один из способов экономии, на который комбинат перешёл не так давно, – в использовании властной энергосоровины. Тут запущена модернизованная котельная. Ранее она працевала на газе. Заражив пальмом заявляются отходы, которые застались после перепрацовки культур. На фоне полных тяжкостей у недоинственных показателей доманстрой и предприимства «Строинвест» ЕКБ, который так само наведал депутатский корпус. Предприятие открылось в 2012 году. Выпуск начало в середине 2013 года за счёт низкой начальной базы. Мы, как говорится, показываем феноменальные проценты роста. Разница между 2014 и 2015 годом прирост составила 2,6 раза. Это предприимство створал себя президент СС Гомель-Ратон. Основный объём готовой продукции карнавальных костюмов отправляется в Россию. Зараз тут працуют 276 человек, но предприимство готово развиваться и открыть прикладно полсотни новых працонных мест. Депутатский корпус пропоновал поднимку в реализации этих планов.